Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на нашу лекцию 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 Они происходят на суставах, они происходят на печени, на селезенке, на стенках желудка. То есть это заболевания, которые поражают полностью организм. И то, что мы видим снаружи, это только внешнее проявление. И вот, наверное, на примере псориаза мы должны с вами навсегда запомнить. Кожные заболевания наружно не облечиваются. То, что мы имеем снаружи, это только проявление внутреннего дискомфорта. Даже не дискомфорта, наверное, а дисбаланса организма. И поэтому, как бы мы не мазали вот это все, что у нас есть на коже, мы никакого результата не получим. Или получим результат такого временного и минимального. То есть вы можете избавиться, например, от какой-то экземы, намазав каким-нибудь гормоном. Гормональной матью, можно намазать, если что, ничего нету, послезавтра это все вылезет. Но если мы это все будем корректировать внутри, а что такое тибетская медицина, это в первую очередь коррекция, правильно? Это баланс, китайцы говорят, между им и я, но в принципе это баланс просто в организме, между всеми органами. То есть все вот там должно быть в порядке, вот там все отремонтируем. Тогда получим отец уже здесь, на коже. Итак, давайте чуть-чуть по заболеваниям пробежимся, да? Потому что вот самый частый вопрос, это псориаз, что же это такое? Это заболевание, которое проявляется. Вот любимая поверхность псориаза, это вот наружные поверхности, да? Или разгибательные поверхности, скажем так. То есть вот псориаз всегда вот здесь, если это снаружи, это появляются какие-то округлые бляшки. Они могут быть не округлые, они могут быть сливающиеся. То есть бывает разная форма псориаза, такая мелкобляшечная, генерализованная, когда по всему организму. Бывает крупная. У меня была пациентка, у которого вся спина, да? Ну, начиная где-то, скажем так, вот с области лопаток, да? И это все уходило на ягодец и составляло такое общее пятно с дрещинами, с вот этой вот, ну, характерными высыпаниями. Это, во-первых, суть, а во-вторых, это еще очень сильные боли. И поэтому это не такое легкое заболевание, как иногда кажется. У большинства, к счастью, это формы такие, вот она просто, бляшечки. Причем у некоторых бывают очень мелкие бляшечки, где-то даже вот 0,2-0,5 мм. У кого-то в среднем до сантиметра эти бляшечки. Там характерный сектон, да? Идет вроде как разная бляшечка чуть-чуть шелушится. Если ее вот так вот стеклом, там чуть-чуть вот поцарапать, да? Оно вот как бы, ну, как парафин, и становится как будто парафин слушается. Вот это самый характерный сектон, для чего я вам это говорю. Потому что есть заболевания, которые с псориазом очень часто путают. Это при нейродермите может быть похожее. Например, перевернутый нейродермит это называется. То есть вот обычно нейродермит, наоборот, вот эти поверхности поражает. То есть если псориаз у нас как бы снаружи, да? Нейродермит это внутри. Если псориаз будет вот по этой поверхности и на коленках, нейродермит будет под коленкой. Но есть так называемая перевернутая форма нейродермита, когда он может проявиться на наружной поверхности, и его очень часто вводят в ссориазах. Но врачи этому очень большое значение придают, но нам уже можно поставить диагноз, правильно? А потом уже начать лечить. Но, честно говоря, герметика не слаще. Что-то ссориаз, что нейродермит – это заболевание, которое достаточно тяжело уходит. Но единственная может быть разница – ссориаз мы всегда считали генетическим заболеванием, наследствием и так далее. Сейчас мы приходим к выводу, что нейродермит тоже к этой власти относится. И если мы считали, что нейродермит – это связано с нервами, псориазники тоже чаще всего дают вот эти вот свои проблемы на нервной почве. Хотя для псориаза характерна так называемая летняя и зимняя форма. То есть есть такие больные, у которых от ультрафиолета сыпь уходит. Вот это как раз зимняя форма. Зимой у них сыпь весь, лето наступает, он позагорал, у него все уходит. Конечно, супер. Есть летняя форма, когда она, наоборот, от солнца появляется, понимаете? То есть вот тут нет. И есть такая форма, когда это уже постоянно. Это чаще всего уже далеко зашедший случай. Одна из самых частых еще форм псориаза – это псориаз волосистой части головы, который очень часто, и даже не то, что очень часто, а почти всегда путают с так называемой сухой сиборей. То есть вот сухая сиборея на голове, да, она может давать вот такую же картину, как вот, псориаз волосистой части. И если нигде больше нет, а только на голове, то 95% вот этого яркого псориаза – это все-таки сиборея волосистой части головы. Сухая сиборея. И там немножечко свое есть, вот там как раз можно еще наружно работать. Кроме того, что внутрь обязательно, раз сухая сиборея, это можно вот эту вот кожу подстимулировать. Там есть такие методики, там масло с экстрактом или вот арокопка, например, вот спиртовой экстракт или арокопка с пустырником. Вот это вот все смешивается, причем уже самое отручное масло растительное. И вот этим делать по каждые два-три дня сначала маски на голову, а потом хотя бы раз в неделю. Это уже помогает. Кроме того, что мы делать будем внутрь, понятное дело, да? И, кстати, наружу мы все равно, вот если что, мы внутрь корректируем, но наружу что-то мы тоже подмазываем должны, вы сами понимаете, да? Потому что то, что мы будем делать внутрь, это будет действовать на то, чтобы не было новых процепаний, но те старые, которые есть, нам нужно скорее от них избавить. И псориатический артрит, вот для него характерно, это, ну, чаще всего он выражает колени. Это тоже сильный болевой синдром, то есть очень сильно болят эти коленки. И причем эти боли ничем не снимаются. У меня был интересный случай, вот женщина с псориатическим артритом, которая 6 лет вообще из дома не выходила, там и коленки были настолько, в общем-то, такая достаточно тяжелая форма была. Это в Екатеринбурге, и мы туда приехали, она пришла, ну, структура у меня работала раньше, чем я туда потом уже приехала. Это как обычно бывает, люди мои поехали, там работу подписали, там все это уже пошло, через какое-то время уже я туда приехала. И вот она пришла на лекцию, это была домашняя лекция, и как раз вот она выступила, вы знаете, я 6 лет из дома не выходила, я пробила препараты тиньши вот около 6 месяцев, и вот видите, я, говорит, здесь, то есть я смогла прийти на лекцию, и вот, говорит, сейчас все нормально, вот еще под кожных избавиться, то есть у нее скорее ушли суставы, а вот кожное проявление, причем это была мелко-бляшечная форма, была неярко выраженная, казалось бы, так вот незаметно, но вот колени-то ее доставали. То есть при псориатическом открытии, какие бы там изменения внутри не были, мы же внутрь ее везем, она какая-то, где она есть, а эффект уже идет как бы внутри и снаружи везти. Это тоже очень удобно. Это по псориазу. Почему я вам расписываю эти болячки, да? Я, может, не знаю, может, вам не нужно их расписывать? Мне кажется, это просто и самому интересно, потому что каждый пациент, он обычно своей болячкой интересуется. Вот, а потом мы просто будем давать уже общую схему, которая идет на все эти заболевания. Причем нам все равно, что это за заболевание. Мы с вами об этом говорили, да? Потому что у нас принцип не справиться с конкретным заболеванием. У нас принцип убрать причину, от чего эти заболевания могли возникнуть в организме. А причина, в принципе, вот для всех этих групп заболеваний общая. И поэтому нам-то с вами как бы не очень принципиально псориаз это или не эротернит, но, в принципе, если это псориаз, мы уже будем искать это в родовеке, и мы будем бояться за нашу детей. Понимаете? Потому что если у кого-то из нас это проявилось, значит, этот ген есть у ребенка. Вот четвертая причина, о которой тоже официально говорят, это ген кожного заболевания, который есть и который включается при наличии первых трех причин. То есть, если ген есть, но печень идеальная, кишечник хороший, паразитов нет в семью, моется кипятом и содой, то ген может и не включиться. А может включиться. Поэтому, если у мамы есть псориаз, этого ребенка, который будет у этой мамы, там нужно постараться, чтобы у него не было гепатита, нужно постараться, чтобы у него вообще печень была хорошая, то есть, его подкармливать, ну, в смысле, кормить тем, чем положено, чтобы он не получил какие-то отравления, чтобы не допускать у него дисбактериоза, естественно, у этого ребенка. То есть, ему ограниченное количество антибиотиков, и химия какой-то должно быть. Но и с нашими препаратами вы знаете, что делать, да? Тот же элементарный антилепидный чай очень хорошо снимает дискинезию из желчевозящих путей, которая является самой частой причиной образования холецистита, а холецистит, это уже пошло дальше на печень. Вот, поэтому мы даем такому ребенку антилепидный чай с детства, мы уже как бы его корректируем. Вот, детский Катя нам иммунную систему нормализует, да, очень хорошо. И вот функциональный дисбактериоз, то есть, дисбактериоз первых месяцев жизни у ребенка, когда он еще не принимал антибиотики, ничего, а дисбактериоз откуда-то есть. Вот детский Катя этот дисбактериоз с чайом очень хорошо снимается. Ну, а паразиты тоже следить, чтобы он не тащил все в рот. Вот, нейродермит, я вам уже объяснила, чем оно отличается, да, это чаще всего вот эти вот сгибательные поверхности, причем все это на сгибах, вот эти вот места, да, это не просто вот по всей поверхности, это в локтевых сгибах, это вот лучший запясток, это очень часто шея, это очень часто подколенка, это в паху, это может быть даже вот межгибридичные складочки. Вот это вот все проявления нейродермита. Это очень здорово чешется. Вот, и сейчас нейродермит, экзема, относятся к одному состоянию, так называемому атопическому дерматиту. То есть дерматит непонятно от чем. Поэтому у нас сейчас есть общий диагноз, можно не различать там нейродермии, там экзема, еще что-то, просто какой-то дерматит. Атопический, это значит непонятно. Так все скажут. Лерматит непонятно от чего. Потому что вроде аллергические причины исключили, вроде бы не нервный там ребенок, да, а вот это вот все появляется и отсюда и чешется. Вот интересный случай с нейродермитом, да, у меня сын, вот это был как раз из той области, здесь у меня дочка с огорода клубнику тащила бабушке и говорила, вы мы их потом ела, да, сын все, что лежит на полу, это мимо не проходило, там уже было все на вкус попробовать. Если мы у него только успеем вывезти, оно опять кишмалитет. И естественно, а еще с учетом, что он у меня и крупный родился, да, и в общем-то где-то еще, он у меня был все время с диатезом, а потом этот диатез остался именно в виде нейродермиида. То есть вот эти локтевые сгибы, особенно под Новый год, у нас же раньше апельсины все время не продавали, помните, да, вот, и мы их наринялись как бы под Новый год больше, да, и вот на Новый год это какая-то апельсинка в тайне от мамы, потому что она еще воспалялась. Но что думает мама, когда у нее есть сын? Ну, так скажите мелко, вы смотря? Так, вот сейчас выясним проблемы мамы, у которой есть сын. Этот сын когда-нибудь пойдет в армию, правильно? Поняли, о чем думает мама, да? Нейродермит это стопроцентная гарантия, что ребенка в армию не возьмут. Вот, ну и у нас, значит, до 14 лет этот нейродермит, я и не переживаю, да, ребенка в армию не возьмут, мы же кашляем, мы, конечно, родину любим, да, согласны, что ее надо защищать, но только не нашими сыновьями. Пусть кто-нибудь другой защищает. Вот, и в 14 лет я знакомлюсь с Тиньши, даю своему сыну пропить сын. Пропил он у меня, и он где-то может быть месяца два-три. У нас полностью уходит сын. Но к этому я как бы тоже привыкла, потому что он апельсины поест, сыпи больше, да, тогда апельсина не поест, сыпи меньше, иногда бывало, что ее не было, но как бы вот так она очень быстро, а только конфетка все, это все есть. Потом ему нужен кивоенкомат, я его кормлю апельсинами, а у него еще нету. Вот тогда я поняла, что, кстати, очень хорошо помогает принять телевидение. То есть, понимаете, причем он так от души, я сначала ему дала чуть-чуть, еще больше, ну, в общем, мы 14 лет, как бы вот, причем, видите, как получилось, нам хватило, в принципе, одного сынка. То есть, мы чаем всей семьей пропили, и только сынка ему хватило. Но, к сожалению, так бывает не всегда, хотя бывает, я уже столкнула с случаем, когда у человека сып с авиатической полностью тоже на одном сынку ушло. Вот такие вот бывают исключения, то есть, даже без вот коррекции всего, как бы мой иммунный статус, ну, что дальше мы там подкорректируем? Цинк – это гормональный статус, да, вот вы помните, мы говорили про цинк, что это гипофиза, гипофиз серегулирует. У меня сын был на вас, и всегда было, значит, гормоны все-таки не в порядке были. Видимо, вот это отрекулируется, потому что он как раз и похудел, вытянулся, ну, чуть здорово на этом сынке, и иммунный статус подкорректировался, и, может быть, это еще совпало, вот именно, когда идет половое созревание, вот этот вот резкий скачок гормональный, да, мы тут немножечко добавили, вот этот вот скачок прошел, да, и вот на этом скачке очень многие заболевания полностью проходят. Полностью. То есть такие достаточно сложные заболевания. И поэтому, если в подростковый период ребенка хорошо скорректировать, от очень многих ребят нужно избавиться, честно говоря. Это, кстати, радует. Вот такой вот случай получился конкретно. А потом уже это вот, со всеми остальными, я все равно всегда назначаю полную схему, правильно, чего рисковать. Человеку сейчас обнадежь, что у тебя от одного цинка все пройдет, а у него как не пройдет, он скажет, вот, как всегда, лапшу повешили, лишь бы деньги собрать. У нас люди любят так говорить. Поэтому все-таки бывают такие случаи, но это не как правило, скажем так. Хотя бывает. Вот это паниеродермит. Вот атопический дерматит из той же оперы, но он чаще всего бывает аллергического характера, их чуть-чуть различают, но в принципе это одни и те, это заболевания. И обычно такая общая практика в западной медицине начинают делать аллергопробы, выясняют, на что аллергии, и говорят, исключительно бытовое было. Но куда ее исключить? Правильно? Если ребенок учится в школе, если как-то там насквечный пылесос, все равно это все будет остается, успокоили. У вас аллергия на бытовую и книжную пульта. И вот как-то у меня была последняя лекция у нас в Казани, и у меня как раз встал вот так вот. Человек и спросил, а вот как вы относитесь к тому, что делает аллергия? А потом приучают. Помните еще такая методика? Кстати, когда приучают, там вообще получается поливалентная аллергия, да? Но вот, по крайней мере, кто-нибудь видел вот человека, который вылечился вот от такой вот аллергии западной медицины, которого приучили, все пошло. Все, да? Это к счастью. Это хорошо. Но, к сожалению, это бывает достаточно редко. К сожалению. И вот у меня тогда на той же лекции встала женщина, и она по себе рассказала, вот как раз по аллергии. У нее тоже началось все вроде бы чуть-чуть вот так вот с кожных, да? А потом все это превратилось, сначала это были поленозы. Кстати, вот если у ребенка есть до года диатез, да? Вот на щечках такой хороший, после трех лет у этого ребенка развивается бронхиальная астма, имейте в виду. Поэтому этого ребеночка нужно беречь. Это вот заболевание, а не одно и теология, аллергия. И вот то, что мы с вами говорим о кожных, да? Это все точно подходит и под аллергию. И поэтому вот тот же поленоз, вазомоторный линит и бронхиальная астма, они из той же оперы, и они точно такие же причины возникновения. Просто у одного это проявляется кожа, у другого это проявляется одышка. У нее начался сначала поленоз, то есть это было эпизодически, на пыльцом. Знаете, что такое поленоз, да? Это когда слезы текут, нос закладывают, все прочее. Потом это у нее стало постоянно, нос был постоянно заложен, она стала гудозить, ее начали лечить, лечить. Потом это у нее тихо перешло уже эти босматические приступы, они были достаточно, ну, не частые, то есть больше именно периода цветения, но довольно горюшины. Она пользовалась ингаляторами. Это все у нее продолжалось 30 лет. Ее приучали, ей делали аллергопробы, ее пытались приучить к этим аллергенам, естественно, целую кучу у нее выявили. Она говорит, когда я говорила, меня уже люди не понимали, потому что это вот настолько все было, и потом сам дискомфорт, представляете? И потом, когда ты дышишь в том, это все равно уже и задыхаешься, и все полячки цепляются, вот. А потом ей рассказали про тиши. И она пила вот ту схему, которую я вам сейчас рассказываю, почему я схему эту люблю, и она у меня практически не изменилась вот с той первой книжки, потому что вот по ней очень много результатов. Вы же знаете, что книга, когда появилась, она везелась. И очень многие уже созванивали, все, вот мы по вашей книжке пили, вот у нас там прошло, то есть это, я вижу, что эта схема в принципе работает очень плохо. И она тоже по этой схеме, по книжечке сама взяла, начала принимать, да, и вот когда она выступала, вы видите, какой у меня голос, я сейчас нормально разговариваю, я сейчас нормально дышу, хотя 30 лет, и только хватило где-то 5-6 месяцев, вот чтобы у нее это все нормально замолвалось. Вот конкретный пример, этот человек, причем ей уже за 60, понимаете, это не то, что с хорошим вот анализом заболеваний, а пришел, когда 3 месяца поболел, это как-то проще, да, а вот когда такой стаж болезни, конечно, очень здорово радует. Вот это по нейродерми, там по атопическим термозитам аллергии за компанию. И есть еще одно заболевание, которое уже совсем непонятно, даже на сегодняшний день, это заболевание называется ретилигом, вот они им тоже в последнее время очень часто спрашивают, это когда на теле появляются такие участки депигментации, белые пятны. Видите ли, да? То есть это в любом месте, у кого-то это может быть просто единичное такое белое пятнышко, это не относится к заболеванию, это может быть что-то после, ну, после какой-то, например, болезни, сыпь была на этом месте, я вот достала. А у кого-то это вот сначала с одного пятнышка, потом распространяется по всему телу. На сегодняшний день методов лечения витилига никаких вообще в западной медицине нет. Единственное, что делают таким пациентам, есть специальный препарат, да, который содержит меланин, меланин. Вот. И этот препарат, это красный вещь, меланин, и этот препарат просто втирается в кожу, да, кожа как бы темнеет, становится одинакового цвета со всей поверхностью, то есть вот человек намазался, потом помылся, потом опять намазался, то есть просто это нужно постоянно вот этим вот препаратом масло. В свое время самый лучший препарат такого типа делали кубинцы, вот с Кубы его привозили, и стоимость его была, там хватало очень надолго, но стоимость упаковки стоила около 1000 долларов. Это вот я когда начинала работать, это 80-е годы, он достаточно применялся, но его нужно было по гладу доставать, по-первых, да, вы знаете, что у нас, в общем-то, с препаратами вообще была надвиженка, сейчас этого препарата вообще вот кубинского практически не достать, это был самый лучший. Сейчас делают, насколько я знаю, уже и наши, но достаточно дорогостоящие препараты, и чем плохо, что это уже все время в массе. И если ты в воду залез, например, купаешься, то это все смылось, и оно опять все видно. Вот, вот это вот, вот такой вот препарат. В Тиньши у нас очень многие спрашивают, а были ли у вас результаты? Честно говоря, когда я начинала, но это тоже относится с заболеванием кожи, да, и мы знаем, что это тоже идет вот на, когда печень не в порядке, чаще всего, и тоже врачи все, естественно, знают. Но, начиная от таких больных, я им назначала вот эту же самую схему, думаю, ну почему, если во все основные заболевания кожи это действует, правильно, почему это не должно подействовать на Витилиго? И где-то вот года два-три я таких явных вот результатов не видела, а потом я случайно узнаю, у нас там есть такой город Ишкар-Алан, и там ко мне обращалась девочка 16 лет с Витилиго, причем были два пятна, вот одно подбородок шеи, одно, значит, на лбу, с волосистой частью головы, вы представляете, лицо, и такие огромные, в общем, достаточно, ну где-то, наверное, с моей ладони, чуть поменьше, да, огромные пятна. И они ко мне обратились, я назначила им эту схему, потом, что там было, я не знала, и вот через два года я приезжаю в этот город, и мне говорят, так и знаете, вы помните, вот ту девочку, она же все пропела, прошло 6 месяцев, она уехала, вот, но у этой девочки все прошло, то есть через два года у нее ни рецидивов, ничего, у нее эти пятна полностью ушли, но до этого у нее эти пятна были недолго, то есть где-то года два, я вот в общем-то посчитала, что может быть поэтому. Потом уже, когда я ездила по городам, я специально спрашивала, и люди подходят, обычно, вот сами подходят, и говорят, вы знаете, у нас был вот такой вот результат по этому заболеванию, вы уж пожалуйста всем говорите, мы же вот это радуют, правильно, и как бы это всем нужно, и то есть вот уже в нескольких городах ко мне подходили, люди говорили, вот у меня прошло, причем одна форма мужчины, у которого вообще была генерализована, то есть по всему телу достаточно долго, вот, но он не 6 месяцев, там чуть больше, вот уже где-то около года он прожил препараты, вот по этой схеме, вот что мне еще и нравится, и у него полностью это все ушло, то есть в принципе пытаться надо, надежда есть, потому что оказывается у кого-то уходит, раз у кого-то уходит, почему он у нас не уходит, правильно, это просто уже само собой должно быть, еще группа заболеваний, которые проявляются гнойничками, это стрептодермия, это фурункулез, стрептодермия, чем эти заболевания отличаются, стрептодермия, это когда вот такая самая-самая поверхность кожи поражается, такие гнойничковые сыпания, фурункулез, это когда вовлекается в этот процесс еще подкожно-жировая клетчатка, это более серьезно, это более глубоко, вот, и есть такое заболевание, которое мы называем вульгарный угри, вот это вот углевая сыпь, которая бывает, да, и причем не просто вот там 2-4 прыщика, да, а вот у многих это идет, вот на свинее бывает, такими огромными, достаточно страшными вещами, вот с такими заболеваниями тоже освобождаются мальчики от армии, потому что это достаточно глубокое поражение идет, то есть, если обычно углевает, тоже как бы поверхностный слой кожи, вот оно не относится ни к стрептодермии, ни к хрункулу, а здесь идет более глубокое поражение, но здесь идет поражение волосяных луковиц очень часто, там все вовлекается, то есть любой, хотя начинается с сальной железы, казалось бы, а там уже все рядышком, вот эта вот группа заболеваний, та же самая схема, но здесь мы делаем еще акцент на кардицепс, потому что здесь еще нам нужен антибиотик, правильно, потому что это все-таки гноичковые заболевания, а там, где гноид, антибиотик все равно нужен, и еще маленький нюанс, вот после этих заболеваний нужно обязательно кожу отшлифовать, но отшлифовать не лазером, а то кто-то сейчас пойдет на лазер, отшлифовать, я не говорю о лазере, отшлифовать хитозаном, дело в том, что хитозан стимулирует нормальный коллаген кожи, да, мы с вами уже говорили, и вот он как раз помогает различные вот собственные процессы, как бы вот именно они уходят, но это нужно длительный прием, потому что у меня была женщина, которая вот в новость это все перенесла, да, и у нее кожа была, ну знаете, какая бывает после этого кожа, да, нехорошая у нее была кожа, и когда я ей посоветовала, она там дня 4, ну может быть на 10 дней ее хватило, да, потом она сказала, ничего не помогает, все это ерунда, и стала просто, еще терпеть не надо, правильно, если ты хочешь каким-то кремом улучшить кожу, это нужно хотя бы несколько, ну, месяц-два вот поработать с этой кожей, от случая к случаю иногда, да, и то, вот, а тут она уже привыкла, как бы вот в зеркало не смотрите, считает, что все хорошо, да, в зеркало старайтесь смотреть, но другие-то видят, наверное, это мы себя в зеркало не видим, все равно хочется быть красивой, вот, поэтому хитозан применяется двумя способами, хитозан с лимонным соком, это на 20 капель лимонного сока, берется капсул, хитозан, вот это сбивается в кашицу, можем вот этим вот смазать, у кого на лимонный сок аллергия, можно сделать хитозан с водичкой, многие говорят, ну, это же сразу высыхает, ничего страшного, то есть делаете кашицу, вот такой вот, одной капсул, на все лицо даже хватает, если это лицо, или где-то чуть побольше, смазали, да, потом слегка подмочили, пусть это до утра будет, пусть это осыпется, ничего страшного, лучше два раза в день это сделать, можно таким образом, и можно хитозан с детским кремом, причем крем, в состав которого входит дурак, такой с лисичками, и написано в составе бора, в нашем сельском креме. И вот сразу поговорим о мазе тиньши, да, это мы ее так назвали, мазь тиньши, это мы сами экспериментируем, берете чистую, сухую баночку, да, у нее вот берете вот этот вот крем, там где-то 50 мл в упаковочке, выдавливаете его весь в эту баночку, добавляете туда 3-4 капсулы хитозана, перемешали, вот это вот для того, чтобы для кожи, можно больше хитозана добавить, 3-4 капсулы, вот такая вот середина, кассирочек, это именно шлифовать кожу, скажем так. Другая мазь, мы ее называем мазь во всей береге, потому что она везде годится, вот второй состав мази, это вот в эту же массу, мы добавляем еще 3 капсулы кардицепса, то есть это получается 50 мл детского крема, 3 капсулы хитозана, 3 капсулы кардицепса, и почему мы ее так это образно называем, потому что это очень хорошее средство для всех проблем с шеей, то есть трудышком уха, вот у кого грибок уха повышает, бывает, знаете, вот мы же уже с вами говорили, да, вот зуд в ушах, чувствовали, вот это вот грибок уха бывает, но главное, чтобы с уха не текло, если у кого-то перфорация барабанной перепонки, туда ничего уха толкать нельзя, сразу вы себе ознакомьтесь, то есть только что вот перфорации не было, что барабанная перепонка там целая, естественно, должна быть, если уха воспалилась, если какой-то формул ухи бывает, это называется наружная тит, да, то есть что-то у вас в ухе не в порядке, болит, глюбит, чешется, или еще что-то, мазь уха можно, если нос гайморит, например, да, или такой вот сопливый-сопливый линит, когда вот и течет, и все не аллергически, чаще всего воспалительно простудный, аллергически там хуже действует, это может нос, прямо на мазь, нос вот этой вот мази, а при всех проблемах женских, то есть адмексид, там, фибромиома, киста, эрозии, какие-то кальпиты, это можно во влагалище, причем это хорошо даже при возрастных, вот этих вот атрофических кальпитах, но при атрофических кальпитах можно без кордицид, чтобы кальпитозаводна, это тоже хорошо. При геморрое, при трещинах, при полипах толстого кишечника, это можно вот прямо в задний проход, для мужчин это можно при аденоме пристательной железы и при простатите, то есть там бочек, туда засунули поглубже, человек в туалет сходил, это выпало, специально мужчинам вытаскивать и женщинам, из попы не надо, из влагалища, конечно, надо, да, хотя бы иногда, там вон во влагающе меняется два раза в день, но это не значит, что туда пекать и пекать и пекать, оно там не распространится, вот поэтому засунулись вечером, например, да, утром вытащили, свеженькие сделали, и где-то в течение месяца, если какие-то проблемы серьезные, но при эрозии, в общем-то, 10-15 дней хватает, но в зависимости от того, какая эрозия, и вот эту же мазь можно на кожу, но на кожу там, где нечистые раны, вот если, например, вы порезали палец, то вот эту мазь, ни в коем случае, нельзя там, или рогу порезать, то есть там, где гнойничковый, где какие-то вот кожные поражения, этой же мазью можно смазывать кожу, и очень хорошо, вот именно эта мазь, и для вот этих гнойничковых всяких дел. Еще разновидности этой мази, вот кому-то можно сделать вот так же детский крем, и добавить в него 6-9 коксов цинка, высыпать. Вот особенно это очень хорошо при псориазе, вот эта цинка, крем-цинка. Но тоже надо посмотреть, потому что вот псориаз у некоторых от крема, слушай, бывает, понимаете? То есть, чтобы у вас, знаете, детский крем, не была энергия. Человек, который, например, один детским кремом уже пользовался, чтобы размягчать, да? И вот к этому детскому крему просто еще добавляется. Это мы с вами еще нарушим, сразу поговорим, да? Вот, дальше. Можно смазывать любые вот такие вот кожные поражения, не гнойные, вейканом. То есть, прокалываем капсулу вейкана, да, и смазываем вейканом. Тоже очень хороший способ. Но вот почему я вам много таких способов разных говорю, потому что нет одинаковых людей. Кому-то вот, например, цинк хорошо, кому-то кардицерский тазан, но кому-то вейкан хорошо. Поэтому просто две недели где-то попробуйте и смотри, чего тебе больше покроют. Ой, что-то у вас опять. Это радиотелефон, да? Да, я сама уже померзаю. А может, вообще, вы можете? А, может, вообще, не можете. Нет, по телефону. Вот это вот наручка. Что же мы будем делать в Митале? А теперь, грамотные мои, говорите, что мы будем делать в Митале. Чего начнем? Чай. Как это у нас называется? Как это называется? Как греть. То есть мы начинаем опять, как всегда, потому что что такое кожное заболевание, да? Это опять-таки какая-то грезь, которая вылезает через кожу. Да? И, кстати, еще маленький нюанс. Вот когда человек начинает принимать наши препараты, это бывает очень четко выражено, кстати, на хитозане. У нас же вот грязь из организма, вот эти шлаки, чай, двойная целлюлоза или чай хитозан, они работают не только в кишечнике, в печени, как мы считаем, да? Они работают, самое главное, в мешке, в шампостранстве, и в лимфатической жидкости. То есть там, где вот как раз эти шлаки копятся. И когда выходят отходы, они выходят с желчью, они выходят с мочой, и они очень мощно выходят с потом. И вот поэтому может появляться такая мелкоточечная осыль, у кого-то покрупнее, да, даже с гнойничками небольшими при первоначальном приеме. Кто-то может посчитать, что это у меня аллергия. Это не аллергия. Когда оказывается, что это не аллергия, мы тоже вначале, вот впервые, во-первых, китайцы нам сразу давали, что их препараты аллергии не дают. Аллергия всегда что-нибудь дают, правда? А они нам сказали, что они гипоаллергеры. Да, Господи, посмотреть по составу детского кальция, в котором сухое молоко, белок яйца, да, и вот такое ребенку даешь, и у него вместо того, чтобы он весь там располыхался, у него уходит наоборот. Но может быть вот как будто обострение, понимаете? Вот это в виде обострения. Поэтому, чтобы вот не сделать сильное обострение для того, кто действительно очень мощный аллергик, да, мы начинаем вот эту же нашу схему, но потихоньку. То есть, например, он начинает, а телепит, три чая, три дня попил, ничего, да? Добавил к этому или двойную целлюлоту, или дигест, дигест лучше, конечно, да? Или хитоза, мы с вами оговариваемся. Три дня попил вместе, уже чай, например, дигест, ничего. Потом еще добавляем дальше. То есть с аллергиками надо очень осторожно. Почему? Потому что если мы ему дадим сразу три-четыре препарата, как мы это делаем, он на один из них даст аллергию, да, какую-то, или если какой-то даст, во-первых, он все будет бояться, а во-вторых, когда это все идет вместе, получаем, так называемой, боли валентной аллергией. Человек, который вот все вместе, в одно время какое-то пил, у него потом на это и не было аллергии, но вот из-за этого может образоваться. Поэтому здесь нужно очень осторожненько. У нас в Сочи была конференция, я помню, одна из первых медицинских, и у нас выступала доктор, который давал статистику по аллергии, по непереносимости наших препаратов. Я помню, у него там было более двух тысяч случаев, да, вот пациентов, которые прошли, и из этих двух тысяч, с чем-то, где-то две четыреста, наверное, случаев, да, было всего 21 случай, 21 случай. Представляете, какой процент маленький, да? Когда были реакции, сходные с аллергическими. То есть это просто вот люди, у которых вот на чай, у нас, значит, часто сыпь бывает, да, но человек продолжает дальше пить, и сыпь уходит. Вот если у человека истинная аллергия на что-то, то чем дольше он пьет, тем у него этот процесс идет сильнее, он не уходит. А если от чего-то сыпь потом уходит, значит, это не аллергическая реакция, значит, это шло вот именно через или очищение, как мы говорим, да, хотя я вот не люблю такое очищение, но люблю обострение у человека, или через какое-то обострение. Именно поэтому мы делаем дозировочки небольшие, вот почему ваши доктора любят дозировочки небольшие, что боятся, что пойдет через обострение, у человека будет негатив. У меня был тоже такой интересный случай в Чите, да, у женщины, которая, когда первый раз начала пить, да, экзема, медик самому, у медиков это очень часто бывает, она пила сейчас, у нее все руки покрыты экземой, и у нее периодически отек к венке бывал, и она заварила чай, вот чуть-чуть только, да, начала пить, и почувствовала, что вот вроде как вот это у нее отек. Ну, человек же и боится, правильно, вот на все у нее, потому что было. Она его пить не стала, а потом через год мы уже с ней разговаривали, я говорю, как дела, все. Она говорит, ой, не чай так хорошо отрегулировал давление? Я говорю, да вы же на него аллергию дали? Нет, говорит, я потом пропила только двойную целлюлозу, потом опять вернулась в чай, я говорю, великолепно, все. То есть она вот эту аллергическую настрою это с организма сняла, и чай у нее уже отлично пошел. Вот имейте это в виду. Поэтому все по чуть-чуть, если человек чего-то боится, это пока уберите в сторону, то скажет что-то другое. Потому что, в принципе, мы что делаем? Мы снимаем вот эту вот повышенную реакцию организма на что-то, правильно? Вот это вот с ней произошло. Итак, сначала начинаем кальвенницу. Это антилепидный чай. Вот здесь обязательно начинаем пакет на литр. И даже если очень сильный олергик, от 10 минут начинаем заваривать. Ну, как в норме, надо 40 минут заваривать, но где-то, может, 10 минут, чуть-чуть пробуем. Потому что нам гусей дразить нельзя, правильно? Мы человека будем ремонтировать, мы же не хотим так же дернуть обои, чтобы стена отвалилась, да? Вот, поэтому нам нужно такой ремонт щадящий, скажем так. Дальше идет вот все-таки диест, потому что он и дисбактериоза проблему решает, да? А мы с вами договорились, что если кожное заболевание, то там еще флора морожен. Скорее всего, там дисбактериоза решит эту проблему. Обязательно идет кальций. Вот кальций это всегда, потому что это парашка в крови. И кальций сам еще помогает десенсибилизировать организм. Кальций любой, ну, самый такой щадящий, это кальций мозговой или кайпау. Лучше мозговой. Потому что где-то там еще и есть нервный компонент. Правильно? Вот если это нейротерметик или что-то. Первый этап идет минимум 40 дней. Дигес мы пьем по таблетке два раза. Обед, ужин мы с вами договаривались, да? Чтобы еще запорок не было. Особенно по Петербургу. Кальций мы пьем лучше за час до сна. То есть он как бы на ночь, но вот особенно мозговой кальций обладает очень хорошим очагонным эффектом. Вот поэтому за час до сна, чтобы человек уже пробегался, а не ночью вставал. Правильно? Вот это вот первый этап. Если у человека хороший дисбактериоз есть и уже он обследовался, ему доказали, что у него есть дисбактериоз, тогда этот этап должен быть не менее двух месяцев, а может быть даже до трех, до четырех. Второй этап. Чай продолжаем. Обязательно идет цинк. Потому что цинк входит в состав ДНК клеток. А что такое кожное заболевание? Вот по-хорошему у нас кожа ведь каждый день слущивается, да? Верхний слой. И если уже это самое, вот есть, например, какая-то болячка, вроде как это должно было слущиваться, да? И все кончилось. Но эта кожа слущивается, на этом месте все та же болячка и держится, и держится. В результате чего это происходит? Потому что здесь уже заведомо ДНК этих клеток нарушено. И следующие клетки, которые, оно же строится и строится, а оно идет с нарушенными ДНК. И когда мы даем цинк, что мы делаем? Мы эту ДНК нормализуем. Вот принцип. Кроме того, что это гормональный фон нормализуется, да? Что где-то там, чего-то. Это нормализуется иммунный фон, потому что цинк входит в состав иммуноглобулина. Это нормализуется основной обмен, потому что цинк входит в состав ферментов, а ферменты – это катализаторы всех процессов обмена в организме. Самое главное, мы еще нормализуем вот эту вот ДНК. Мы делаем эту клетку нормальной. Вот поэтому цинк здесь идет. Следующее – это кожные заболевания. А любимый витамин кожи – это кто? Вейкан. Вейкан – это не витамин кожи. Это основные препараты. Витамин А и витамин Е. Да, это два витамина, которые нужны для кожи. Поэтому вейкан, конечно, идет. И кальций мы продолжаем. То есть вот эти два препарата, они как бы бессменно остаются. Часть для поддержания печени, опять-таки, кальций – это крашек. И еще что – кальций? Какая клетка больная, которая плохо кушает? Правильно? А кальций у нас что? Питание. Правильно. Это элемент, без которого нет питания полноценного. Поэтому это у нас идет постоянно. Значит, какие здесь идут тазировки? Ну, минимально цинк должен быть две капсулы два раза в день. Максимально честно, чем больше, тем лучше. Вейкан – достаточно одну капсулу в день. Утром или вечером? Вейкан – с утра, потому что он тонизирует, он насыщает кислородом, он дает такой, знаете, вот заряд бодрости на день. Конечно, лучше с утра. Вообще, вы знаете, вот когда спрашиваете, утром или вечером, мы вечером как бы ложимся спать, да? Конечно, все процессы регенерации происходят во сне, да, и что лучше бы что-то может быть на ночь. Но вот эти вот препараты, они питают нас, да? Они насыщают кислородом, они дают как бы жизненный тонус. Ну, жизненный тонус очень-то лучше, ну, кому-то и на ночь, конечно, нужно. Но вообще-то лучше, наверное, все-таки с утра, правда? Поэтому можно, вот если у вас, например, в течение дня, ну, некогда чего-то пить, да, надо не напрягаться. Вот я люблю назначать по два раза в день, что вот утром, например, и в ужин, да, утром выпил, потому что в обед там или целый день работаешь, это же не до этого просто бывает. Вот, поэтому с утра жменьечку выпили, все вместе можно. Единственное, вот остопенок рекомендует кальций и цинк с разницей в полчаса пить. С учетом, что вот в детском кальций у нас и железо великолепно усваивается, которое является, в общем, теоретически антагонистом кальция, да, и цинк великолепно усваивается, который теоретически является антагонистом кальция. Может быть, это и не областно, но на всякий случай остопенок, это очень уважаемый дом, так будет. Вот, тем более, что все, что вот она рекомендует, у них, у нее медицинский центр, и поэтому как бы у них возможность вот именно проверить, где-то это под микроскопами, да, по анализам легче, чем вот кому-либо другому, поэтому вот к ее рекомендациям я очень не слушаю. Вот, полчаса разница между цинком и кальцием желательно, да, и кальций, вот это уже я сама люблю, кальций отдельно немножечко от силы давать вообще, так, чтобы он сам по себе немножко был. Единственное, кальций очень хорошо давать за спироль. Второй этап должен быть обязательно 3 месяца, потому что вот для того, чтобы были хорошие процессы, закрепить процессы в организме, при приеме цинка, курс цинк, как всегда, должен быть 3 месяца. Вот как профилактика, как диспансеризация, уже когда мы все это с вами сделали, достаточно, например, цинк по месяцу 2 раза в год есть. Вот для мужчин 3 месяца будет должно быть, потому что он будет с вами подразумевать. А вот на первом этапе это должно быть 3 месяца. И третий этап, очень важный этап, здесь все, что мы с вами не доделали вот этими вот препаратами, доделала спирулина. И спирулина идет от 3 до 8 таблеток в день. В утренний прием пищи, тот, кто не хочет вполне, дело в том, что от спирулина действительно можно поправиться. Знаете, как у вас? Здесь категория людей, у которых яд, женщины, у которых яд преобладает на дыне. То есть мужское преобладает над женским. Или идет вот такой вот дисбаланс немножечко. Вот эти люди от спирулина действительно полнеют, если они завтракают и едят спирулину. Делаю вывод. Правильно, заменяем завтрак спирулину. Все. Можете ужин заменить спирулину. То есть какой-то прием пищи заменяйте спирулину. Потому что, представьте, то же самое, что вы 2 раза позавтракали. Правильно? Тут и без всяких дисбалансов на самом деле поправишься. То есть поэтому, если не хотите поправляться, то спирулину нужно вместо какого-то приема пищи. Для кого это комфортнее как? Я, например, заменяю завтрак, да? Без ужина я голодный спать не умею. А кто-то, наоборот, любит вот это, чтобы не поужинать, но зато без завтрака не может. Правильно? Вот кто-то вместо ужина может спирулину. Вот это вот третий этап, и он тоже идет 3 месяца. Понятно сейчас? Дозы кальция. Так, вот здесь можно без кальция. Одно спирлину. Вот третий этап, только спирулину можно. Так, дозы по кальцию. Если это мозговой кальций, если это действительно вот такой вот, ну, вы считаете, что нервный фактор в процессе этого заболевания, то есть человек спокойный, как слон, и у него есть кожа заболевает, там достаточно одной капсулы мозгового кальция. Но если это какой-нибудь псих по жизни, да? То, конечно, получше. Еще вот по мозговому кальции, то я просто хочу сказать, очень многие, которые от него хорошо спят. Поднимите руки, кто вот хорошо спит после кальция. А вот есть люди, которые вот его выберут кальция, да? И вот работоспособность вообще бешеная. Поднимите руки, пожалуйста. Да, наоборот, идет кальция. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас от кальция, наоборот, этот тонус прибавляется, тогда нужно перенести кальций на 11 часов дня. Помните, что такое 11 часов дня, да? Биэнергетика, чтобы была нормальная. Потому что наши нервы, биэнергетика очень долго связана. Так, вот вопрос. Можно ли вылечить экзему нейроземит у ребенка, который передалось по наследству? Как вы думаете? Потому что у моего ребенка это, естественно, было по наследству. Я заработала экзему, тоже вот заработала, получилась я. Когда я была студенткой, да? Но вот хирурги и студенты, это ненормально. Это нам только, да, и возможно, где-нибудь вот за операционный стол подержать. За крички подержаться, называется. Вот, и мы все с третьего курса, где была только возможность, подрабатывали. А особенно по ночам, да, вот летом, когда вот хирурги уходит в отпуск, когда обычно один раз остается на отделение, неотложная хирургия, когда они город большой, больница дежурит. И, естественно, студенты походно брали ассистентно на операцию, потому что помещение руки как бы на операцию никогда не мешает. Вот, и в это время был препарат, которым обрабатывали руки. Вы знаете, что хирурги очень тщательно без операции должны обрабатывать руки, там, через несколько этапов. И вот такой препарат диацид очень хорошо обрабатывал руки. Мы два года его обрабатывали, и потом как раз наш период студенчества, да? А потом выяснил, что она как-то называет тяжелевую экзему. И вот производство сняли. И все мое поколение с этой экземы осталось. А когда это начинается, да, это потом распространяется, можно лечить, да, это не умеет, теоретически, правильно? А уже вот эта вот контактная пошла аллергия. Где-то вот, видимо, слабость генетически тоже была, у нас, слушай, что батарея тоже это есть. И у меня это, естественно, сначала по рукам пошло, потом дальше, я помню, что достаточно сильно эти улучшилось. На ноги пошло и везде, вот, досталось. А с учетом, что хирургом-то я продолжала быть, и там все равно постоянно чем-то руки моешь, с другими растворами, но это же химия, правильно? А руки-то уже никакие. И в итоге я уже получила потом на все. То есть вот эти все растворы, для меня было мучение. Единственное, что, как говорится, не вызывало, ты три раза, четыре раза фиртом отработаешь, а вот это только руки выдерживали. В смысле после них, хотя стульки и все такое, вот у меня сейчас только руки немножко получше, стоя месяц на стажа, мы его возраста идут. Вот, а потом это на рыбу стало, на помидоры стало, на картошку стало, на всему еще средства стало. И у меня уже вся семья знала, что маме картошку чистить нельзя, мама ручками работает, маме ручки надо беречь. Ну, это самое странное, знаете, как удобно. Я никогда в жизни ее до сих пор не чищу. Вот, там какой-то салат с помидорами мне резать нельзя было. И все сейчас, конечно, этого, почему бы там постучать, да? Нет, ну, слава богу, вот благодаря этому, потому что лучше я буду картошку чистить, да, чего так мучиться, как мучилась. Но, в общем-то, вот, все вот это вот сказывалось. Ну, и, естественно, у ребенка это тоже вылезло, у дочки в меньшей степени, у сына, но он у меня паразитов быстро подцепил, да? И он этот ген быстрее включил, но, вот, видите, тоже, в общем-то, все достаточно нормально пошлось. Вот, поэтому, ну, мой сын, например, да, излечима. Вот, кто спросил, про деба, излечима. И тут даже не стоит вопрос, излечима. Что мы делаем? Мы убрали причины, правильно? Мы восстановили организм, убрали причины, и как бы вот на этой волне вылезти нечего. Хотя, если завтра эти причины опять, там, с печенью, в том случае, с кишечником или что-то, это может повториться. Но, если мы будем это корректировать, это все будет нормально. Вы мне записки подкрываете, пожалуйста. Так, с фурункулёми. Вот мы, вот эта же схема идет первая при фурункулёде, но при фурункулёде не добавляется обязательно, что? Кордицепс. Кордицепс. То есть трептодермия можно сразу в первую схему добавить цирк. При коррункулёде надо сразу добавлять кордицепс. Кордицепс здесь идет две капсулы утра, цирк здесь идет, три капсулы утра. Трептодермия. Трептодермия, это у нас более поверхностная кожа. При фурункулёде добавляем в первой схеме кордицепс. По скольку капсулы утра? Две капсулы. Трептодермия. В первой схеме опухоли, здесь это относится к вирусу опухоли. Вот обычно, поэтому это чаще всего именно с этим и связано. Вот при вирусах вот этих вот опухолях, схема эта тоже срабатывает, добавляем цинк. Есть какие-то первые схемы? Нет, цинк. Да, вот первая схема, добавляем цинк. Еще одна очень такая мощная проблема, это грибковые заболевания. Вот особенно там, где идет ногтевой грибок, да, это очень сложное заболевание, в каком плане? Вот сейчас есть в аптеках препараты, которые действуют на грибок. Достаточно мощные препараты, да, но тоже не 100% грибок. Сразу хочу сказать, есть у вас грибок? Это да. Вот, не такой 100% эффект, как бы хотелось, как это дает реклама. И как бы, в общем-то, цена тоже у них там не меньше 10 рублей упаковочка идет, а то и намного больше, причем на пользу. А в упаковке обычно не хватает, то есть, опять же, в упаковке. У меня сейчас есть пациентка, вот тоже такая интересная пациентка, у нее когда-то была... Ой, невыгодная пациентка была. В общем, достаточно сложное заболевание, да, она все это, тиньши подкорректировала, и вот у нее тут на ногтях, значит, ногти некрасивые, ей точно красивые. Мы ей попытались это с тиньши, но вот как-то тиньши ей деньги жалко было, это же достаточно дорого стоит, да? Вот. И она решила пойти к дерматологу. Дерматолог ей назначила противогликового препарата, она его 3 месяца пропила, я ее предупредила, что вам выпуск у него плохо, потому что эта печень очень сильно грубится, у вас достаточно своих проблем было. Все, нет, хочу красивые ногти. Теперь у нее и сердце болит, и давление, и печень вообще никуда, и вообще ей плохо. Вот она именно так говорит, мне так плохо, я говорю, ну я же вас... Я знаю, что вы меня предупреждали, а что мне теперь делать? Я бы хотела красивые ногти. Ногти не стали такие красивые, как она хотела, стало получше. Правда, вот чем из крови, стало получше. Вот тут есть какая проблема. Дело в том, что ногой, вот когда он растет, он еще как бы с организмом взаимосвязан, да? А когда он уже вырос, да, что бы мы внутрь не принимали, и сами дерматологи-то знают, это уже практически ничего на ногу не действует. И поэтому, честно говоря, самый лучший способ вот онихомикоза лечения, вот грибок ногтей называется онихомикоз. Это нужно убрать ногтевые пластины, уже пораженные, то есть и внутрь принимать, естественно, и убрать эти пораженные ногтевые пластины, и ногтевые ложи сразу же обработать противогрибковой мазью. А тут без вариантов, противогрибковая мазь она нужна. Если у человека аллергия, вдруг на эту противогрибковую мазь, ну вот мне нравится, из противогрибковых она мощная, потому что она с гормонами, но тут уже деваться некуда, действительно, схема сложная, это микозолон. Микозолон. Она немножко с гормонами идет, но здесь наружу это как бы и не очень долго. Это нужно обрабатывать, пока ногтевое ложе не заживет, то есть это 3-4 дня. Вы знаете, вот я те способы, которые сама уже давно использую, я вижу от них эффект практически у всех. То есть, если это на ругах ногтевые, это больно, конечно, но это по сравнению с тем, что как длительно ты можешь принимать какие-то препараты, пусть у тебя печень не так сильно болит, как у тебя, когда ногти удаляли, но зато она будет дольше болеть. А это вот как бы одномоментно избавишься, вот это как раз тот случай, когда я сторонник операции, вот потому что на такие плотины, особенно вот совсем искореженно, все-таки легче ее вот это вот, все же с этой инфекцией выкинуть, все остальное сложнее. Способ, конечно, садистский. Ну, обезборить можно все, в общем-то. Это вот вам решать, но это самый эффективный способ. То есть, внутрь все это нужно, что? А можно вопрос? Вот я сражаю эти препоны ногтей, и говорят, что обязательно внутренне надо антибиотики, вот этот гал принимать, потому что внутри яхт будет, что снаружи можно привести в порядок. Вот мы сейчас только что об этом с вами и говорили, что эти препараты тоже не 100% эффективны, вот я именно об этом говорила. Я вам говорю вот о том способе, который 100% эффективен. Это убрать, обработать ногтевые ложи и само собой что-то будет. Но здесь мы добавляем в эту схему вместо галокардицепса. И здесь схема идет длительная, то есть это 3 месяца подряд тоже надо. Это все равно нужно 3 месяца. Глина нужна. Глина? Спирурлина нет. Нет, спирурлина нет. Вот это мы и сюда координцепс добавляем. И кроме этого, если есть возможность, убираем пораженные ногтевые пластины. Если это все ногтевые пластины поражены, конечно, сложнее, потому что зачастую бывает 1-2 пальца, когда уже запущено, намного сложнее и тяжелее. Если это кожный грибок, там проще. Кожный грибок, вот достаточно вот эту первую схему с кардицепсом, там все намного проще, легче. Вот. Обязательно перед тем, как обрабатывать ноги, можно вот этой мазью теньше обрабатывать с кардицепсом, но перед обработкой ног обязательно небольшая баночка с дубчатом. Самое лучшее средство для кожного грибка, это вот кислая вода. Но не так, чтобы, знаете, эссенцию развили. Вода такая должна быть, то есть вот буквально на тазик несколько капель эссенции, чтобы просто вода была такая кислая и пахла, но не обжигала. А то как? Уксусом сделаете воду? А с йодом в баночке что-то говорили? Нет, с уксусом они с йодом. Тут принцип вообще, что вот грибок просто в эту кислую среду не переносит. Кстати, в отличие от лямбли, которые втешечники не переносят щелочную среду. И, например, если у человека стоит лямблиоз диактус, да, то при лямблиозе, вот кожное заболевание, и вам говорят, у вас лямблиозы 100%, вот прям 100%. Тогда вот в эту схемочку на ночь добавляем 2 капсовых козанков. При лямблиозе. То есть здесь у нас всё так же идёт. Диез идёт обед-ужин, и на ночь идёт 2 капсулы хитоза. На взрослому 1 капсула хитоза на ребёнку. Кстати, диез ребёнку можно и нужно после года. Но ребёнку, например, за 3 лет достаточно четверть таблетки в день. Прямо четвертушку таблетки на 2 части разделите, размягчите, дайте. Ребёнку после 3 лет можно пол таблетки в день, то есть по четвертушке. Это не сразу пол таблетки, понятно, да? Это 2 приёма. Вот так же перед обедом уши. Так, при псориатическом артрите делаем акцент на кальций и в первую схему сразу добавляем кардицепс. И что при псориатическом артрите кальций усиливаем, это же артрит, правильно, это суставы. Значит, туда больше кальций надо. И в первую схему добавляем кардицепс. И если боли очень сильные, то кардицепс, вот когда сильные боли, по 2 капсулы 2 раза можно. То есть 2 утром, а 2 в 17 часов на берегианную почку лучше. Так, вот ещё маленький момент. Очень часто кожные заболевания, особенно динамичковые кожные заболевания, связанные с сахаром диабета. Вот у диабетиков это всё достаточно быстро вырезает. И поэтому там, где что-то с кожей не в порядке, у кого что-то с кожей не в порядке, обязательно нужно сахарироваться на сахар. Ещё маленький момент. Мы с вами об этом уже говорили. Сахар до 5 это норма. А если после 5 нужно всё-таки быть на старше. Помните, мы с вами говорили. Хотя считается нормой 6. Но от 5 до 6 уже надо быть на старше. Вот, кстати, в ночь 2 и 5 лет Витя Игору ушло на спировление. Видите, вот так. Говорю сейчас, в каждом городе бывают, и кто-то мне вот такие вот случаи говорит, так ли. Только на спировлении. Получается, да? Написали только на спировлении. Но дети маленькие. Причём, вот детям-то мы даём схемочки. Видите, антирепидный чай и детский кальций. Мы говорим, что бактериозный. Нам ничего не даём больше. То есть у ребёнка всё ещё функционирует. Здесь ещё нужно исправить. А спирулина, я вам уже говорила о работах профессора Ахмирова, то есть если корректировать полностью микроэлементы и витамины, которые нужны в организм, уходят даже генетические заболевания. А спирулина всё это даёт. Когда ребёнок ещё маленький, у него ещё это всё развиться в мокровое мир успело, действительно коррекция небольшой даже нестанавливается. Так, лишай. Вот различного вида лишай. Вот самый частый лишай, кстати, так называемый разноцветный лишай. Появляются пятна, да? Вот такой вот становится. Разноцвет это не значит, что синий, зелёный, красный, да? А просто появляются какие-то такие пятна непонятные в разных местах. Человек начинает беспокоиться, выглядит некрасиво, не заразно, вот. И чаще всего это, в первую очередь, это иммунная система не в порядке. И там, в принципе, достаточно даже вот этой вот схемы добавляйте в неё цинк. Три месяца. Видно? Первая схема плюс цинк. При гелоидных рубцах, вот я как раз, то, что говорила про рубцы, вообще шлифовать можно, да? То есть это схитозам. Но гелоидный рубец нужно очень длительно. Вот у меня наблюдается пациент, там, ребёнок, да, ему 11 лет, и у него где-то 3 года, в общем, как получилось, что его виток уронили или что-то. И у него вот до пояса был сильнейший ожог, причём ожог там, ну, достаточно страшный, больше, чем вторая степень, третья степень была. И у него вот это вот всё было в гелоидных рубцах. И вот у него рубцы, мы как раз схитозам, год где-то родители мазали, да? И вот у него это всё намного уменьшилось. То есть это нет таких стягивающих, всё это и сохраняется, как бы, что поверхность не такая, как надо. Но, в принципе, она уже, ну, не то, что будет, а много не то, что будет. Так, девочки, ну, про фиброниумы сегодня у вас, наверное, не так, теперь здесь, рядачная шкура, это тоже не кожное заболевание. Так, вот тут просто спросили про фиброниумы, вот курс выпиваешь, да, и как часто повторять потом. Просто вот для себя надо запомнить, во-первых, если мы что-то начинаем вот это вот принимать, да, надо принимать до убора, пока не будет эффекта. То есть не так, что вот мне на 5 месяцев выписали, я 5 месяцев пропила, да, и что-то мне не помогло. Потому что большинству я даю средние схемы, но мы же все эти, кто возьми, правильно? И у каждого, во-первых, статус заболевания разный, да? Фундамент, с чего мы начали прыгать, как говорится, та же печень, кишечник тоже разный. И поэтому готовых схем, к сожалению, нет и не может просто. По лекарствам даже такого нет, а мы же всё-таки здесь просто либо проходить, смотрим, вот они лекарства, так сказать, не стреляем вот из пушки по воробьям. Из пушки по воробьям легче попасть, потому что всё-таки рецепт, стреляем, а здесь не стреляем, здесь восстанавливаем. Вот, поэтому желательно до полного эффекта хотя бы, но вот тут есть маленький нюанс, вот при той же фиброниоме. Там действительно достаточно курса 6 месяцев, и если она не растёт, вот за эти 6 месяцев она не увеличилась, да, она не изменилась, хуже не стала. То есть если остановилась, тогда можно курс закончить и просто повторять 1-2 раза в год. Почему так можно? Потому что, мы с вами говорили, препараты Тинши включают механизм саморегуляции, правильно? И если процесс не ухудшается, значит организм остановился и начал работать куда нам надо, скорее всего. Через полгода мы и посмотрим. То есть через полгода, если это всё вот, или лучше стало, да, или не ухудшается, значит просто как диспансеризацию повторяем там 2 раза в год. Всё. 1 раз в год, 2 раза в год смотрим по состоянию, насколько всё плохо там, или насколько всё хорошо. И вот когда мы делаем эту диспансеризацию, вот самый лучший способ диспансеризации, это чай, цинк, кальций, потому что вот эта схема, она учитывает уже как растёт. Там и печень есть, и кожа есть, и PH есть, и противоопухолевая есть, и зрение есть, и ДНК есть, и ферменты. И добавляем к этому, вот у кого воспалительный процесс, обязательно осенью добавляем кардицерст. У кого это связано с нервами, у кого это связано с микроциркуляцией, добавляем пекан. И ещё что я вам хочу посоветовать, потому что я сама это делаю, вот когда у нас появляются какие-то новые препараты, ну хотя бы одну упаковку пропивайте, а вдруг это ваше панацейство. Потому что у каждого человека есть какое-то своё, что-то, что ему действительно является панацейство. И даже вот с учётом, что вроде у вас всё хорошо, да, вот вы что-то можете пропить, и это радикально вас что-то изменит, что вы просто не замечали. Мы же зачастую к болячкам настолько привыкаем, что мы это воспринимаем нормой жизни. Хотя у многих людей этого нет. Вот так же, как болезненная месячная женщина, да, там, или обеденная. Она привыкла, что всё же зельё, как эсгидрат, а я думаю, что это норма жизни. А на самом деле так не должно быть. Или привыкла, что вот с утра встаёт, да, и суставы там болят, или струда встаёт, а этого не должно быть. Вот этот вот анекдот, да, я не устаю это повторять, что если ты в 40 лет проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Это неправильный анекдот. Здоровье – это комфорт организма самим собой. Это значит, что ты спишь, вот лёг, сразу уснул и всю ночь проспал. Вот это нормально. А если ты час ворочался, пять раз проснулся, три раза помочился, да, и потом у него – это ненормально. Если ты сел, покушал, у тебя ничего не болит, а потом нет изжоги отрыжки метеоризма – это нормально. А если ты сидишь и боишься, что вот этого изжога, вот от этого отрыжка, а живот потом надуется, как барабаны и это самое – это ненормально. А сколько людей с этим живут, правильно? Вот так по себе посудите. Если ты покушал и сходил в туалет, и это произошло три раза в день, ну минимум два – это нормально. А если это происходит один раз в три дня – это ненормально. У меня вчера пришла пациентка, говорю, а как стул у мамы? Нормально ли? Я говорю, ну сколько раз в день? Почему в день? Раз в три дня – ну нормально. Понимаете? Это ненормально. Вот. И вот это вот есть такие нюансы, да, которые… Если у тебя есть перхоть – это ненормально, в норме ее не бывает. Если у тебя прыщики выскакивают – это ненормально, в норме их не должно быть. Вот. Поэтому все перепробуйте. Мы с вами все психи, слипинг нужен, правильно? С кишечником, ну, кишечник, вот, кто годированную воду пьет, в смысле и не годированную, годированную просто еще можно, да, а вот скажите мне, кто пьет там фанты, колы и все-таки? Ну, бывает, что случайно выпили. А кто пьет соки в пакетах, стратегических? А вы думаете, они что-то вкусительное? Поэтому нам вот тот же ди-гест нужно раз в год пропивать, просто чтобы вот ту кишечную флору, которую мы нарушили, установили, для примера. Тот же три столб, толстые входы, не имеет значения, микроэлементы всем нужны, правильно? Вот сейчас у нас новое то, что появилось, я вам просто перечисляю. Но пропулец – это вообще с нашей профессией дистрибьютором, сам Бог успел, да? Это постоянно подсасывает нам. Сейчас появится масло осветника, прогестерон, вот по нашему поколению, он у всех страдает, это всем нужно. Появится масло чесночное, да, варикозное расширение вен, клапанный аппарат вен, ну, как бы, вот никому не помешает его подклеить, правильно? Вот. Появится вот этот вот масло, а он как тонизатор, идет очень хороший для организма, ну, чего бы не тонизироваться, да? Тоже нормально, пойдет, да? То есть вот все, что новое, жир, угли, но мозги святое дело, да, вот кормить, да, такое, мы же все мозгами работаем, в конце концов, ни руками, ни ногами, ногами, это тоже правда, вот, поэтому просто что-то появляется, это обязательно нужно. И просто попробуйте, вот, я эти таблетки проколюсь, я еще удивляюсь, как я без них раньше жила-то? Очень хорошо, да. Во-во, я что, а как же я вот без них существовала? Хорошо, что они есть, да? И вот точно так же по всему, а для кого-то точно так же дальше, вот для того, кто мучился метеоризмом, а тот у него пропел, и надо, Шанкас, живот-то после еды не должен вздуваться и болеть. Это что же в том? Так, герпес, вот герпетическая инфекция, это инфекция, которая чего возникает, девочки? Мои шеи. Иммунная система подавляет. Мы с вами все время говорили о биоцинозе организма, помните? Дело в том, что герпетическая инфекция, она тоже у многих из нас в норме присутствует, но она не активная. Мы вообще, вот практически все, что у нас вокруг нас есть, да, мы это имеем в норме в организме. И надо делать из этого трагедию. Почему я вам и говорила, родинка, да? Потому что мы все это имеем, просто у кого-то это проявляется. И проявляется чаще всего при нарушении биоциноза организма плюс нарушение снижения иммунного статуса. Вот тут вы и правы, да? Но в первую очередь это биоциноз. Поэтому вот при герпесе, в первую очередь, не нужно сразу за кардицепс хвататься. Вот как раз таки не нужно. Вот тоже вот эта вот схемка, а вот наружность, это герпес наружный, да? Вот когда он только начинается, еще только покраснело, и то, по сути, как еще не нашло, кардицепс сразу лучше завираться действует. Это я вот так... Снаружи кардицепс? Снаружи, на герпетическом, вот на это место, да? Прямо вот чуть-чуть кардицепс присреди. А ну там еще это самое. Это я так свою подружку, да, привела в финишу, убедила. Она у меня, значит, провизор макровый. Вы никогда не разговаривали с провизором? Можно оставаться. Да, это только аптека. Это вообще ни во что и никогда не видно. Вот. А у нее, у самой проблемы с почками, у дочки проблемы с почками. Вот у них любимая инфекция в доме, да? Это естественный герпес, правильно? Что такое почки? Это иммунитет уже сам отсаживается. И вот я к ним приезжаю, я ей весь вечер об этом говорю. Она, ну-то ты что, ну-то же пей от дома. Все. И утром у нее дочка просыпается, мама у меня тут начинается. Я говорю, Таня, сейчас сделаю. Я ей кардицепсом в вечер, у Танечки ничего не остается. У меня Вера, она вообще такая эмоциональная, человек вообще очень интересная, она говорит, вот это да, лучше завираться. Десять, давай свою тень, вот тут же. Вот очень часто бывает, когда вот такая вот мелочь, но эта мелочь всегда должна быть рядом с нами. Почему мы говорим, что наш лучший инструмент бизнеса, это наш продукт, правильно? И все, и она сразу поверила, потому что вот она яркий результат увидела, потому что для того, чтобы у нее прошло, она этим завирах сама, он тоже не дешевый фибарад, правильно? И оно так не срабатывало, а тут сразу ушло. То есть, когда вы только вот на самое начало, где там он начинается, помазать, это очень хорошо помогает. Но внутрь, чтобы это потом вообще не было. Не в тот момент, когда это высыпало, это же уже косвенно. И, кстати, что есть? Сколько, три месяца, и не дышать? Ну, хотя бы 40 дней. А если эта герметическая инфекция вас достает очень часто, то это, естественно, намного больше. Сейчас 40 дней. Так, аллергия на солнце. Вот мы начали говорить об аллергии, да? Аллергические заболевания тоже очень часто проявляются кожными какими-то проявлениями. И поэтому при аллергии вот те же самые причины, что при кожных заболеваниях, и такая же схема. Кроме аллергии, которые связаны, вот бронхиальная астма, это идет еще аутоиммунное состояние, поэтому при бронхиальной астме мы добавляем сюда каплицепс. И КАМ мы добавляем, когда идет вазомоторный линит, вот там идет еще сужение сосудов, да, и нам нужен ИКАМ для того, чтобы вот нос задышал, и что вот этот раз его не было, в эту схему добавляется ИКАМ. Но вот сразу хочу сказать про поленос. Дело в том, что поленос ремонтировать, когда у нас идет обострение, нежелательно. Понятно, о чем я говорю, да? То есть вот если сейчас у человека идет обострение, да вот сейчас идет поленос, то есть у него на поленосу сейчас данный момент аллергия, и ему эту схему нежелательно. То есть просто чтобы облегчить его состояние, вот облегчает состояние очень здорово ИКАМ. Он как раз помогает, он высушивает сразу вот это вот все. То есть вы можете ему или просто чай дать посмотреть, или ИКАМ дать, вот в тот период, когда идет обострение. Но поленозы нужно корректировать зимой. Вот зимой проходите эту схемочку, и при поленозе, что я заметила, очень хорошо схему добавлять хитозам. У меня просто пара пациентов, так получилось, а мне просто не сказали, что у них есть поленоз, потому что они ко мне пришли осенью, оно же как-то вот сейчас не болит и не полет, да? И потом уже человек к этому состоянию привыкает, ему всегда говорят, что это неизлечимо, да, он знает, что ему уже там хлоретин, еще что-то, да, он даже об этом может и не сказать, что у него оно есть, если я сама не спрашиваю. И они у меня, ну раз пришли осенью, да, и получилось такое, ну и в другое было давление высокое, да. Я с девочкой назначала хитозам, и потом я уже заметила, что это идет все-таки хитозам лучше, они у меня пробили зимой вот это вот все схемы, да, какие-то не связаны ни с аллергией, ни с чем, да, просто схемы, в которых было закономерно хитозам, то есть чай, хитозам, я эту схему вообще-то всем назначаю, капельницу обязательно, да, что-то еще, что-то еще, и у них поленоз уже весной и летом просто не состоялся, все, и его уже два, три, четыре года у всех по-разному просто нет, поэтому у тех, у кого поленоз, ремонтируются зимой, сейчас вы можете эффекта не получить, потому что у вас уже вот это вот все, причем мало того, что эффекта не получите, на счет это еще на это можете дать реакцию, потому что это же тоже растение, правильно? А икан когда лучше переносить? Вот во время, в тот период, когда идет это вот обострение, вот икан как уструет бумажь может. В какое время, лучше первую половину, потому что он там не сделает, в нижнем ногу, радио все от него спят, но уже вот это было, для тех, кто там живет, что-то. Кирпес слизистой глаз, час, два, два раза в год. Да, очень часто бывает, и вот, а где у меня эта пациентка, у которой это было, она здесь нет? У вас здесь в Петербурге есть хороший случай, где уже все прошло, это, это все то же самое, только при кирпесе слизистой глаза вместо диагеста добавляем хитозан, добавляем как рецепс. И еще кроме этого, вот мне эта женщина просто посоветовала, она так попробовала, есть такой раствор натуральной слезы, в аптеках говорят, есть, да, кто слышал? Это я, это я. Вот же она, да, расскажите, пожалуйста, озвучите. Да, да. Воронеже мне посоветовала доктор, это значит хитозан, я развожу, есть бельгийские капли, это натуральная слеза, около 200 рублей это стоит, и в ладошки я нагреваю, высыпаю хитозан и закрытый глаз на ночь, вот как раз это сухое, удивительно, но он проходит через веку и в следующем глазу у меня на утро хитозан, когда я умываюсь, понятно, да? И это все уходит. У меня был герепетический кератит после операции глаза, это вот в течение года мне делали второй, был рецидив, это очень помогло. Ну, конечно, схему я, как раз вот эта схема, много всего я пила, хитозана очень много пила, два месяца пила 9 штук, три раза по три, вот. Ну, кому интересно подойдете, вы все, я не буду занимать время, вы здесь подойдете, я все расскажу. Ну, как раз очень всем интересно, да? Да, надеюсь. Ну, в общем, это хороший результат, конечно. Конечно, расскажи. Да, ну вот она попробовала с натуральной слизой, в принципе, можете попробовать хитозан точно так же развести вот с кремом, но крем будет вот немножечко раздражать все-таки. С водой это, с водой тоже можно попробовать, но там быстрее вырезать. Детский крем раздражает. Раздражает. Лучше для того, я просто испытала, я уже не воспользовала, она натуральная. Все, вот человек попробовавший, я специально, вот она мне дала, да, я теперь эту слезу буду тоже рекомендовать, вот это делала. То есть то, что мы сами создаем себе, мы же ремонтируем, правильно? И у каждого свой способ оклейки обоев, какой-то способом, самый лучший. Вот здесь как раз этот способ, самый лучший пейт получился. Вот когда сухие глаза, да, это слеза, она и сделана для того, чтобы именно для сухих глаз. Но вот здесь видите, как для того, чтобы это нормально все откорректировать, вот кстати, хорошо, что спросили, я уже об этом думала, да, когда вот вы мне дали эту натуральную слезу, мы можем вот у кого плохо вырабатывается вот эта вот слеза, у нас ДНК восстанавливается, помните кем, да? Цинка. Поэтому если попробовать вот эту вот натуральную слезу взять хитозан с цинком, вот поэкспериментируйте. И точно так же. Но вы еще говорили, вот там 9 раз нужно, да? То есть это еще как массаж, понимаете? Да не просто смазывать, а вот 9 раз, вот так же как массажем сделать, да? И от середины глаза, да, до середины горчика, прям вот сделали этот раствор, например, натуральную слезу, туда чуть-чуть хитозан, чуть-чуть цинка добавили, размешали эту кашицу и прямо на глаза вот попробовали. У меня есть такая одна пациентка, я хочу сейчас тоже поэкспериментировать. А герпес у меня образовался потому, что мне применяли цитостатики и местно у меня упал иммунитет. И у меня не было у меня герпеса лет 10 точно. И вдруг вот такое произошло, понимаете? Это просто я потому с передой связывалась, я была в ужасе. А доктора здесь, в составовская клиника, они смотрят, результат операции нормальный, но они не видели у меня кератит. Я три недели промучилась, подняла всех, дошла до полиды и вот такое, а потом уже не увидят, что у меня кератит. Понимаете? Это так, что доктора надо подсказывать. Солнечная аллергия, вот все то же самое, да, но то же самое. Солнечную аллергию, почему я заговорила о поленозе, надо корректировать его. Вот в тот период, когда уже идет аллергия, вы можете спровоцировать аллергию вот на эти препараты. Поэтому, если вот сейчас идет точная аллергия, сейчас, к сожалению, можно вот только это, снять ее, помочь снять вот хитозана. Хитозан, который, в воду размешивать его и пить, это уменьшит реакцию кальцием. Все. А вот уже вот эту вот схему пропустите, ну, этому человеку. Мазать, это пожалуйста, хитозан, оценка, мазать могут, там, конечно. Так, вот тут вот тоже вопрос, да, о котором многие полноют. Если много разных проблем, надо много разных схем и препаратов. Все сразу лечить невозможно. Вы заметили, что схема-то одна? Все пугаемся? Всем начинаем с капельницы, да? Всем даем кальций. Просто у кого-то к этой схемке добавляем или кардицепс, или цинк, или икан, в зависимости от того, что, да? Но, знаете, большинство проблем уходит вот от этого, уже большинство проблем уходит. А мы ведь в принципе ничего не открываем. Заметите? Я же вам не назначаю раз, два, три, четыре, пять, восемь, девять, восемь первый месяц, да? Раз, два, три, одиннадцать, двенадцать, второй месяц. Упростила насмерть. Потому что по себе знаю, да? Как это тяжело, когда в десять веках, в девять запутаешься совсем, а потом все эти коробки еще купи. Никаких трехсот долларов не хватит. Все четыреста. Тут немножечко уже коммерсализация идет, да? А нам это не нужно. А когда вот четыре или три препарата берешь, согласитесь, это, в общем-то, недорого, правильно? Вот так сразу взять. Это человека не отпугивает все-таки, правильно? Или он на десять тысяч покупает сразу. Да, конечно, лучше по работе, если он берет сразу на десять тысяч. По работе. Но пусть он возьмет вот это для себя. Если он хочет работать, он возьмет для мамы, для папы, для сестры, для брата, да? Вот. Но не у всех вот сразу такая сумма. Есть, если он не отпугивается, что дорого. А вот это ведь совсем недорого. Посчитайте. Что дорого? Да. Это вполне приемлемо даже вот по пенсионерской пенсии, правильно? То есть человек не шарапкает, ну, ай, сколько мне сейчас надо-то. И не будет говорить, что теньши-дорого. Вот если от чая и жога, да, нужно чай пить дальше. Потому что он как раз является желчегонным, и вы поймали ту июминку, которую вам нужно восстановить, значит, продолжайте, она уходит. Кстати, у большинства из жога, наоборот, от чая уходит. Вот те, кто долго. А концентрацию чая не надо увеличивать, когда я постоянно пью? Не надо. Конечно, увеличивать. Как это не надо? Это мы делаем пакет на литр капельницу. А в норме чай пьется, пакет на стакан, завариваем 10 минут, 3 раза в день. Один и тот же пакет. То есть пакет идет на день, но каждый раз надо свежий заварить. Вообще для себя запомните, чай пить надо свежий, а не тот, который постоял. Здесь мы вынуждены пить, который постоял, потому что нам нужна капельница. А так вот мы его заварили, 10 минут подержали, пакетик вытащили в сторону, вот чтобы он там лежал. А в следующий раз опять свежийки завариваем. Тогда он действует эффективнее. Этот же пакет. Этот же пакет. Конечно, можно быть разные пакеты, но мы же экономные. Можно и этот же пакет. Волчанка не относится к кожным заболеваниям. Это системное заболевание, это аутоиммунное состояние, и которое проявляется и заболеванием суставов, и поражением кожи, и заболеванием сердца. То есть такое. Открыть и будешь так. Генитальный герпес такая же схема восстановления идет. У меня есть пациентка с генитальным герпесом, но вот там достаточно долго мы, конечно, этим занимались. Там, где генитальный герпес, лечится пара, естественно, да, восстанавливается. Потому что они еще друг другой потихонечку передают. Так, лишают животных. О, лишают животных. Вот тут они мтеньши сразу, скажу, не избавляйтесь. И там, где идет, например, микроспория, да, вот это от кошек, когда там достаточно серьезное заболевание, сразу к герпесологу. Теньши потом будете добавлять, попутно будете добавлять, да, но вот такие вот кошачьи реша, это можно такое получить, что нельзя. Они теньши. Так, коричневые пятна на лице, это печень опять, таки, да, это нужен длительный прием для аньяна, поэтому питательцы его рекомендуют. Кстати, вот здесь, когда мы схему всю прошли, да, если вы хотите, чтобы штука была идеально красивая, мы уже с вами об этом говорили, да? То есть вот в эту схему со спирулиной вы еще можете лян-ян добавить, а макаркула не мешает. По одной-два раза, это если для профилактики, если хотите попозже, вот если пигментные пятна очень резко выражены, то по две-два раза, пить, три месяца, вот хорошо. Вы решили все вопросы на сегодня приберечь, да? Их были открыты, и анговорки, и кого только нету. Смотреть не умный. Ну-ну-ну. Так, сосуды в виде красного пятна. Вот сосуды в виде красного пятна тоже попробуйте хитозам. Вот, кстати, мы сами вот убедились с хитозамом, да, вот любое что-нибудь, да, на коже, длительно-длительно смазать хитозамом, даже разведенное в воде, очень здорово идет. Скажите, а заеды на губах вот тогда? Заеды на губах – это вот первая схемочка, да, и цинкан. Витилиго ничем мазать не надо. Вот Витилиго просто спрашивают, чем мазать Витилиго. Витилиго мажут вот этой вот базею, которая содержит меланин, она там с разными названиями бывает. Вот. Но это уже сами спрашиваете, в аптеках как бы и ищите. А в нашем Тиньшовском Витилиго как бы ничем мазать, там и не надо ничем мазать, это в принципе просто вот депигментация, у нас ничего нету, что стимулирует в работе в пигментах. Вот, например, все такие красные мазать. Вот. Еще. Есть люди, у которых вот сосуды очень близко подходят к коже. У них красное лицо, да, и у сосудистой сеточек, чего видна и все. И вообще, у кого сосуды хрупкие или сосуды не в порядке, очень хорошо восстанавливают, улучшают сосуды спирулина, цирк, вейкан. Вот в этой последовательности идет. В первую очередь спирулина. Цирк, вейкан, халикан хорошо сосуды. Мы с вами говорили о Сюебао, да, помните, когда мы говорили для восстановления биоэнергетики. Он написать себя нужен, да, то есть, вот мы показывали, как с чакрами работать и так далее. И еще Сюебао очень хорошо идет при различных кожных заболеваниях. При кожных заболеваниях берете сразу вот так вот два, две палочки, да, и начинайте вот то, где место, где проблемное, да, здесь идет магнитное воздействие. Вот, вот это проблемное место, не касаясь кожи, но если это ваш личный, можете касаться, да, если это чье-то, лучше не касаясь кожи, и вообще кожи вот слегка только касаться надо, потому что можно по коже делать, да, но когда слегка только касаешься, вот это вот поле между кончиком и кожей, да, это поле как раз изменяется, потому что так даже лучше. Начинаете делать решеточку, то есть в одну сторону и во вторую сторону, понятно, да? То есть на дочекон кожного заболевания. Но сиюбау не действует за одну минуту, то есть здесь как раз нужно работать с этим участком, а работать с этим участком, это подразумевается 30-40 минут. И у нас есть тот человек, который, может быть мы это в кассету сделали, Юра, насчет того, как вы сиюбау применяли, и был хороший эффект. Потом. Что значит потом? А в эту кассету тоже кожа? В эту предыдущую. Да. Расскажите. Нет, я хочу, чтобы вы рассказывали, вы ее у нас первослышите. Давайте, покажите и расскажите. Да, да. И те же, и те же. А то что только вы меня смотрели, интересно. Просто вот у человека был конкретный случай, да, вот. Ну, во-первых, кто не знает меня, зовут Юрий Викторович, дистрибьютор компании Кинши. Читаю лекции, читал, вернее, пока были приборы здесь на сказком. Кто слышал мои лекции? Есть такие. Ну, благо, что новые люди есть. Значит, что по Сюрибау? Это было давно, года три назад. Зимой супруга упала на ступеньках и очень сильно ударила ягодицу. Был очень большой синяк. Вот видите, ладонь моя с пальцами, да? То есть вот такой огромный синяк. Ну, прошло уже где-то дня два или три. То есть он уже стал такой синий-зеленый. И тут я покупаю все ебало. Естественно, тогда приезжала китайский врач Люй Фань Линь. Вы, наверное, слышали такой врач, да? Да. И она давала лекцию по приборам. И я решил проверить, так ли это, что Сюрибау вместе с насадкой, улучшает микро-кровотворение по микрососудам. Не буду говорить по-медицински, да. Микроциркуляция самых-самых мельчайших капилляров. Так вот я на ночь просто приложил в центр этого синяка, просто поставил, приложил буквально 30-40 минут, не менее. Я продержал и решил проверить. Наутро в центре этого большого сине-зеленого синяка был четко очерченая розовая пятнышка здоровой кожи. Это говорит вам о том, что именно под нефритовой головкой усилилась микроциркуляция крови. И все маленькие тромбики, которые были в этих микрокапиллярных сосудах, да, они просто рассосались и вышли. Улучшилась микроциркуляция и вымыл. Дальше двумя палочками в течение двух-трех дней водил по часовой и против часовой по этому синяку. и через три дня синяк ушел, осталось маленькое желтушное пятно. А женщины знают, если синяк большой, то он будет месяц, а то у кого и более. Поэтому вот эти палочки эффективнейшие действуют. Желаю, чтобы у всех такие были. Юрий, это же раз послопали. Я не люблю, что можно. Вы знаете, нефрит усиливает этот магнит, который здесь есть, понимаете, и он расширяет поверхность. То есть можно просто так, а можно с нефритом. И, кстати, еще маленький нюанс. Тут кто-то у меня спрашивал, да, вот эти, вы знаете, пятнышки белые на лице, да? Вот это тоже китайцы говорят, что с этим пятнышком с вечера поработаешь, да, к утру его не становится якобы. Вот советую попробовать, да, пока сама не видела, честно сказать. Но вот Юра убедился тоже, не поверил, попробовал, получилось, да, поэтому вот можно вот это вот сделать. Борода растет, это гормональное нарушение. Нет, бородавочки, простите. Бородавочка может поработать, но бородавка там все-таки еще вирус. Вот как бы вирус от магнита, наверное, не уйдет, хотя, хотя, понимаете, мы все, у нас идет, в общем-то, методом дыка где-то, да, мы же еще с вами неопытные, но у нас есть очень такое мощное орудие. Самое главное, что мне нравится, что мы этим не навредим. Это самое главное. А если волосинки так просто? Волосинки это гормональное. Метод другое, да. А вот сеточка на ногах, вот у многих женщин, да, начинается, с сеточками, ну, капитал. Вот, у Юры с этими сеточками вообще исключительно все с этими сеточками становятся без сеточек. Но то же самое, то есть вот эти вот насадочки посадили, да, и начинаете с этими сеточками работать. Он же и рассказал принцип, это самый мельчайший сосуд, но и покрупнее тоже, естественно. И 30-40 минут каждый день с этими сеточками сидеть и работать. Даже час, вот Юра мне подсказывает. Вот поэтому у нас с вами все есть. Надо только использовать. Потому что зачастую мы просто это не используем. Меня сейчас поразило, ко мне на консультации приходили люди, которые 2-3 года принимают Тинши, да, но когда начинают спрашивать, а сколько ты за 2-3 года чего принял, да, и выясняется, что вот упаковку кардицепса на всю семью из 5 человек за 2 года. Представили, да? Ну, вроде как вот 2 года пьют, да, вот они у меня сейчас сидят эти пациенты, улыбаются, да, но на самом деле так и получается, что мы где-то что-то для себя жалеем, да. Ну, как жалеем? Конечно, не от хорошей жизни жалеем, да, но вот если вот так вот посмотреть, можно было бы где-то что-то не купить, а вот это вот сделать, а потом больше возможности купить, правильно? Потому что если ты сам на глазах поздоровел, у тебя все будут спрашивать, почему ты поздоровела, значит будут какие-то клиенты, да, как у меня подружка, она полная, говорит, ну как мне вам уговорит, рассказывает о том, как ожиление снимать, если я, говорит, вот сама такая, да, а тут когда я выйду, все понимают, что ожиление излечивается, да, мне в этом плане легче. И во все, то есть мы сами как бы ходячая реклама для наших препаратов, и когда мы на себя жалеем, помните, как у Баратино, да? Деньги не посадят, деньги не вырастают. А чем ожиление вылечится? Это тема уже другой версии. Вот именно поэтому мы сначала должны в себя вложить, чтобы мы были сами живые примером, как это действует. Так, юношеские угли на лице 14-16 лет. Вообще теоретически они уходят даже от цинка, теоретически. Но практически все-таки наши дети очень много у нас больных детей, да? Поэтому вот эту вот схемочку добавить к ней цинк, это, конечно, эффективнее. Подешать здесь схемочка вот цинк попринимать, да? Но не так, что вот по одной капсуле один раз в день, а это так хорошо, хотя бы по две, два раза, три раза попринимать, там эффект достаточно неплохой. И для мальчишек, чем еще хорошо цинк, они лишние сантиметры добавляются. Вот особенно если в период роста, да? Вот как бы лишние сантиметры им не мешают. Еще ни один мальчик не сказал, что я слишком высокий. Может у кого-то были такие случаи, да? Вот как-то вот ни один не пострадал от того, что у него рост вот два метра сантиметра, то там, например, не два метра, а три сантиметра. То есть два сантиметра ему не помешают. А вот когда у него метр шестьдесят семь, да, или шестьдесят восемь встанет метр семь, то он прям такой счастливый становится. А там еще и намного больше. У меня, например, мой, на 12 сантиметров сразу вылазь, когда он начал рост вынимать. Но он теоретически как бы и должен вылазить большую пыль, потому что баба большая. Но все-таки встанет. Так, аллергия на строительную пыль и на дым, табака и на голове. Вывод, к стройке не подходить, не курить, да, и с голове не общаться. А он самая простая, да. Вот с книгами с бытовой пылью, он на самом деле тяжелый. При удаленном желчном пузыре дегест дал зоти и повышение метеоризма. Через неделю отказались пить дальше, получили негатив. Кто вопрос задал? Скажите, а поскольку они его пили, как пили? Расскажите. Ну, как на покупке. Написано, по две таблетки, три раза в день. Так, но только начали, да? Они до этого ничего Синьшовской не принимали? Нет, нет. Немножко чай, по-моему, оттепили. Но здесь просто пошло через обострение, да. Вот то, что мы с вами говорили, сразу много, да. И естественно, оно пошло через обострение. Вы видите, мы Денис Фириевым мало назначаем, да. Именно с этой целью. Я его много назначаю, только в тех случаях, когда вот мы уже Тиншисты, да, мы уже как-то там себе все отремонтировали. Там можно себе позволить много. И вот, например, даже когда мы были в интернете и нам читали занятия, вот например, двойную целлюлозу по 12 таблеток делили. Да, супер, мне понравилось. Единственное, что давиться, конечно, это вот все размельчишь, это такая каша, вот ей давишь, я вообще не люблю такие вещи, но давилась. Но постоянно можно ее пить? Ее нужно постоянно пить по-хорошему. Вот многие говорят, а ничего, что я постоянно пью. Если мы клетчатку недополучаем, а тут вообще самая лучшая клетчатка, какая только она может быть, конечно, можно. После операции на кишечник можно ее? Смотря какая операция на кишечник. Вырезали высок кишечника. Вот если очень много кишечника вырезали, там, где много желудка вырезали, не забывайте, что это клетчатка, правильно? Она распухает. То есть вот 12 таблеток точно нельзя. Но вот 2 таблетки, 3 таблетки в день вполне нормально. Да, 12 таблеток двойной желудок стоит для того, чтобы похудеть. Это понятно, да? И вообще там можно одной клетчаткой питаться, чтобы похудеть. Но хочу вам честно сказать, это все равно хуже срабатывало. Я просто много чего на себе пробую, чтобы потом кому-то рекомендовать. Вот из того, что я на себе пробовала, больше всех в этом фильме, мне понравилась вот эта диета Анкинса. Потому что ты абсолютно сытый, кушаешь до отвала и худеешь. Представляете диета? Ага. Вот кто не был на первой лекции, даже и не расскажу. А мы вы знали. Да знали, знали. Знали, да, Юра? Обманывали. Залку в стойку. Вообще хотела вернуться и уехать в раздалку, потому что я думаю, ладно, ради мамы остановилась. Так. Вот смотрите, тут еще вопрос, да, идет последний бронхиальная астма у ребенка после антибиотиков. Мы не будем сегодня говорить полностью о бронхиальной астме, но хочу вам сказать, да, вот это самое характерное, первая аллергия, начало аллергии, антибиотики, дисбактериоз, бронхиальная астма. И бронхиальная астма, которой раньше вообще у детей не было, понимаете, если бронхиальная астма у ребенка была, это было ЧП на участке у педиатра. Ребенок с бронхиальной астмой, представляете, в 80-х годах это было ЧП. Сейчас, если у вас здесь есть педиатры, да, это норма в жизни, что ребенок до года бронхиальная астма, ребенок после года бронхиальная астма, ребенок три года бронхиальная астма. И, кстати, я заметила пол препарата, вот два препарата, у которых в основном вот сразу и бронхиальная астма, это филмоксин и сумалин. Это любимые препараты, которые сейчас назначают медики, ну, во-первых, они везде рекланируются. У нас сейчас есть такая практика фарм-компании, я сама в детской поливлинике работала и знаю, как это было. что приходит к нам из этой фарм-компании, кто-то накрывает нам стол, бедным голодным врачам, да, там пирожные и всякие прочие, расхваливают нам свой препарат, подарят нам книжечки, ручечки, рецепты с этим, да, и еще пообещают, что вот от каждого протоноваритетка три процента тебе будет. Но чем ничего, так вот три процента, правильно? И какая разница, что назначать, все равно антибиотик. И врачи начинают именно этот антибиотик назначать. Вот так работают фирмы, которые делают химоксин и сумалин. Именно поэтому вот эти два антибиотика как бы самые часто назначаемые, но вот что характерно, когда я начинаю, я разговариваю с мамой, что ли она принимала с астмой, да, но вот еще ни одна мама не была, которая бы не сказала химоксин и сумалин, понимаете. И причем это у них было как бы приоритетное назначение, именно вот эти вот препараты. У меня несколько случаев было с бронхиальной астмой деточек, когда один ребенок до года у них все это началось, и они ко мне пришли где-то было полтора года, наверное, да, и это ребенок, у которого каждый месяц был приступ бронхиальной астмы, его увозили в больницу, снимали приступ преднизолоном, ровно сутки они увозятся, им преднизолоном снимают, они возвращаются домой. Через месяц у них опять приступ, опять преднизолон, ребенку полтора года. Ужас, это мягко сказано, знаете, когда я сама прошла в карточке, мне самой поплохело, там прямо вот выписки, 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 и везде так это преднизолон, преднизолон, преднизолон. Ребенку полтора года, думаю, супер, на уровне фантастики лечения. Вот этот вот ребенок пропил у нас где-то два месяца, детский кальций с антилипидным чаем, больше у него приступов не было. Вот вам конкурентный пример. Поэтому детская бронхиальная астма, достаточно даже чая с детским кальцием. Но начинайте по чуть-чуть, потому что это все-таки астма, это все-таки ману, чтобы не вызывать обострение. То есть завариваем пакет на литр, из этого литра, если поменьше ребенок и столовые ложечки начинают. Но антилипидный чай как-то у детей еще не раз увеличивается. А детский кальций буквально с кончика нажаток у меня. Говорят, чуть-чуть капельку сегодня, чуть-чуть больше капельки, две капельки завтра, две капельки послезавтра, потихонечку увеличивайте, потому что у меня были случаи, где на детский кальций давали дети вроде как все. Понимаете? Было похоже на аллергию. Как проверить точно, что это аллергия именно на детский кальций? У нас есть тестовая зона, вот эта вот. Здесь очень близко подходят сосудики. И если вы считаете, что у вас на что-то есть теньшая аллергия, вот вы, например, пьете хитозан, но у вас высыпало, да, и вы считаете, что у вас аллергия на хитозан, вот это вот место возьмите вот и натрите этим хитозаном. Ну чуть-чуть водичкой смочили, да, чтобы вот потрите. Оно, конечно, от того, что вы терли, вот я даже рукой патрону, может покраснеть, да, оно покраснеет. Если через полчаса в этом месте будет отек и сыпь, через полчаса, значит у вас действительно на это есть аллергия. Все, все именно травмы, это на любое, это вот именно на натуральные препараты, это не идет на химию. Таблетки аспирина натирать не надо. Это вот именно идет, если вы хотите препараты тинши проверить, вот это вот место или локтевой сгиб. Ну вообще вот это вот можно, потому что локтевой сгиб здесь сосуды покрупнее, если действительно аллергия вы можете, хуже немножечко будет. Поэтому лучше здесь. Но причем не сразу смотрите, а через полчаса, потому что сразу от того, что вы усиленно втирали, да, это будет раздражение, это может покраснеть, не всегда, но может покраснеть. А вот если через полчаса прямо это место отекло и сыпь, да, да, возможно действительно у вас на это аллергия. Что интересно, потому что ни одного пациента на тинши этого не было. Вот по биодобавкам других фирм, да, это на свое время на учебе учили по натуральциологии. По добавкам других фирм такие аллергии мы имели очень часто получать. Вот почему я считаю, что вот сеньшовские препараты аллергии не дают, потому что у меня вот такой положительный тест. Может у вас у кого-то будет? Попробуйте посмотреть. Как это зона на аллергии? Тест? Ну, тест сделать, да, проверку на аллергии, тестовая зона, скажем так. Это, кстати, можете проверить любую траву. Вот вы, например, считаете, что у вас на пустырник аллергия, да, можно пустырником, прям вот сухой травой пустырник это натереть тоже. Это вот именно идет на натуральные, это проверка фитотерапии, применяется фитотерапия, фитотеритология, именно проверка на натуральные препараты. Химии натрете до экзема, можете сделать. Ни в коем случае. Даже если у вас аллергия, наверное, химический препарат нету, можете бы узнать, чего сделать. Так что имейте это в виду. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова